Особое мнение на 101FM Я бы охарактеризовал так, что Это начало пути То есть то, что мы сейчас видим в городе Это начало той большой, на мой взгляд, реформы Которая должна произойти в Кировской области То есть как у вас отмечали там некоторые спикеры Что в Кировской области тишина, застой И другие не очень позитивные характеристики То есть вы не согласны с этим? У меня есть своя точка зрения То есть вот я часто езжу по городу Как и большинство автомобилистов И вижу, что дороги-то сделали На федеральные деньги Да, почему это начало пути? Потому что надо строить новые Проблема-то не в том, что отремонтировали старое А дело-то в том, что надо строить давно уже новые То есть надо строить новый мост в Субботиху Надо строить обездную в Кирове Чтобы эти все фуры по центру города Не создавали нам пробки То есть надо строить новые дороги Например, тот же путепровод, который в Чистые пруды построили Мы видим дальше, что дорогу продолжают строить Еще как бы туда, в сторону, так сказать Следующие улицы в Чистых прудах Вот поэтому мне кажется, что это как раз начало пути То есть оно положено, на мой взгляд То есть губернатор показал, что они умеют работать с федеральными деньгами И в этом плане, что надо просто двигаться дальше То есть не стоять на одном месте И, на мой взгляд, сам ремонт дорог Нельзя относить к заслугам губернатора или мэра Потому что это текущая работа То есть, по сути, как нанятого менеджера Который управляет регионом То есть, если кто-то на этой теме хочет заработать политические очки Мне кажется, что это не совсем правильно Потому что это обычная деятельность За которую люди получают деньги, зарплату Но при этом вы ее сейчас приводите как раз как пример хорошей работы губернатора Я сказал, что это начало пути А начало пути к чему? К какому рывку? К рывку, в том числе по строительству дорог То есть мы увидели позитивный момент, что дороги отремонтированы Сейчас лично я хочу увидеть, чтобы дороги дальше строились Чтобы дальше развивалась медицина То есть не просто были проведены ремонты, например, в поликлиниках Или сделаны входные группы Но также увеличение количества врачей Например, в том числе педиатров Чтобы люди в очередях не сидели И не записывались на 2-3 недели вперед Чтобы ребенка сводить в поликлинику Ну и так далее То есть больше работать с людьми И больше работать с сервисом То есть у нас проблема в сервисе То есть должен быть подход индивидуальный К каждому человеку, каждому клиенту Чтобы люди улыбались Чтобы было комфортно человеку Прийти в то или иное государственное помещение Государственного органа В ту же поликлинику Например, в общественную палату Чтобы любой человек мог зайти Написать заявление, обращение А не через турникет Не через пост охраны Как сейчас и так далее То есть надо больше быть таким клиентно-ориентированным Ну я имею в виду в целом для государственной власти Но тем не менее подвижки вы видите Да А вот 2 года Для начала пути не многовато ли? Почти половина срока уже Тут сложно сказать, а много это или мало Потому что в целом я считаю, что нужно оценивать После истечения 5 лет То есть, так сказать, первого такого промежуточного срока работы губернатора То есть тогда можно реально сделать оценки Причем в целом губернатор отвечает за весь регион И мне, я думаю, как и другим жителям области Без разницы и принципиального значения не имеет Кто был министром, кто был замом Менялись эти люди раз в полгода, раз в год За все отвечает глава региона И спрос по истечении сначала 3 лет Такой промежуточный этап Потом по истечению 5 лет Уже будет именно с губернатора То есть каких результатов достигла область Не по цифрам, что там увеличилось А именно, чтобы это было наглядно и видно И чтобы любой житель региона мог сказать Да, вот действительно за эти 5 лет Кардинально поменялось в сфере, например, инфраструктуры Здравоохранения Например, туристический потенциал у региона вырос Он на самом деле огромный И в сфере того, что происходит В том числе в мировой экономике На международной арене И в том числе, да и в нашей стране Конечно, надо предпринимать меры Для развития туристических направлений В Кировской области На туризм не буду уходить И задавать вопросы Что у нас тут можно, например, развить А хочу вот привести высказывание Политолога Дмитрия Ильина Который у нас в эфире тоже высказался И он сказал, что, ну, возможно, в планах губернатора И его команды вот на эти 5 лет И нет никакого рывка Их вот та стабильность, которая есть Вполне устраивает, по его мнению То есть вы с этим не согласны И рывка нам где-то к концу пятилетки По вашему мнению стоит ждать Я считаю, что да Нам просто необходимо ждать Иначе ничего кардинального не изменится То есть нам нужен Не просто технологический рывок нам нужен И экономический, и технологический И какой-то ментальный рывок Чтобы появились и новые рабочие места Чтобы было больше предпринимателей Чтобы, ну, в том числе Это автоматически влечет увеличение И налоговой дохода в бюджет То есть надо заниматься Я думаю, что у губернатора есть И советники, и профильные министерства Которые по этим направлениям должны работать Я думаю, что они работают Иначе нет смысла тогда держать таких сотрудников Если они просто за стабильность И чтобы от зарплаты до зарплаты отсидеть Вот еще одно его высказывание Он назвал Кировскую область Не самым плохим болотом Вот на ваш взгляд Мы вообще болото или нет? Ну, давайте исходить из того Что такое болото То есть Если считать, что у нас по сути Только 10 основных регионов Из 85, которые Доноры То есть там Татарстан Московская область Москва, там Санкт-Петербург Ямало-Нецкий автономный округ Там Хантамансийский и так далее То есть Это же Хантамансийский округ Там 25% по сути дает Это ВВП Понятно, что По сравнению с ними Кировская область – это болото Но по сравнению с остальными 75 регионами Я бы не сказал, что мы чем-то Лучше или хуже То есть у нас есть Свои преимущества Свои недостатки Соответственно, над недостатками Надо работать А преимущества надо усиливать На этой позитивной ноте Мы уйдем на первый наш перерыв Полминутки и вернемся в студию Особое мнение На 101FM Да, это действительно программа Особое мнение Веду ее сегодня я Мария Кожевникова Амна Напротив меня Член Ассоциации юристов России Член Общественной палаты Кировской области Предприниматель Андрей Воробьев Перейдем на другую тему Андрей Довольно для вас близкую Киров засветился опять С плохой стороны На федеральном канале Наверное, неделю или чуть побольше назад На телеканале «Россия» вышел ролик О капремонте в стране И Киров там оказался среди регионов Где-то протекают крыши после ремонта Где-то там трескаются стены У нас тоже очень много вопросов, замечаний Ремонт сделан некачественно И вообще вот на данный момент Я посмотрела по статистике Власти пишут релизы с заголовками Отремонтировано 240 домов Ну, вроде бы позитив Да, если посчитать Это четверть всего А на улице уже, не знаю, конец сентября Вот почему все так происходит? Где-то что-то недоработано И почему вот эти вот нарушения все бесчисленные? Нет контроля достаточного? Система неправильно отстроена Ну, если вы помните Была рабочая группа при общественной палате По контролю за капитальным ремонтом То есть я как раз эту группу возглавлял И мы ездили, смотрели На то качество ремонта, которое проходило В 15-м, по-моему, еще в 16-м году Вот, эта группа работала А сейчас что случилось? На мой взгляд, успешно А сейчас ее нет А почему? Это большой вопрос Но основное это то, что нам говорили в 14-м, 15-м году Что фонд только начинает работать Дайте ему время То есть он должен встать на рельсы Отработать, найти сотрудников Все там, закупить программное обеспечение Наладить контроли с подрядчиками Создать реестр квалифицированных подрядчиков Которые смогли бы выполнять ремонты Общего имущества капитальные Как раз там несколько лет назад Я входил в комиссию Как раз по отбору этих подрядчиков Мы смотрели, кто достоин, кто нет Но в основном эти критерии были такие формальные То есть у кого там договоры на определенную сумму заключены У кого там какие контракты Какие-то учредительные документы Но сейчас подходит к концу 2019-й год Ну 5 лет прошло Да, то есть Все, что нужно было сделать При правильном подходе При правильном управлении Все должно быть уже сделано И люди должны уже видеть результат То есть не тот комплексный капитальный ремонт Про который там уже, по-моему, два года говорят В целом дома должны выглядеть капитально отремонтированы То есть неважно, как это называется Частичный ремонт при капитальном ремонте Или комплексно-капитальный ремонт То есть одна эта крыша отремонтирована Или вместе с крышей фасад сделан Только отопление заменено Либо все инженерные системы поменены одновременно Жители, собственники помещений в доме Должны видеть результат Так вот сбой-то где? Почему до сих пор не на рельсах-то это все? Я думаю, этот вопрос надо фонду капитального ремонта задать Потому что Именно ведь фонд капитального ремонта Занимается всей организацией То есть он отбирает подрядчиков Он их контролирует Он собирает деньги То есть почему у нас лежат вот эти вот миллиарды Не у нас, а у фонда капитального ремонта В общем котле лежат миллиарды в банке Неиспользованные деньги Неиспользованные Понятно, что эти смешные проценты Которые с трудом охватывают инфляцию Они же сгорают, попросту говоря То есть у нас изменяется курс валют У нас инфляция там от двух с половиной до пяти процентов В потребительском секторе она еще выше То есть эти деньги по сути не работали Ну то есть проблема в чем в неэффективности Я вот вас слушаю В неэффективности Неэффективность управления в целом Фондом капитального ремонта То есть в том числе Недостаточный контроль Со стороны профильного министерства энергетики И ЖКХ Кировской области То есть которые являются по сути Учредителем фонда капитального ремонта И он осуществляет контроль А то кроме того У фонда капитального ремонта Есть общественный совет Есть попечительский совет И вот попечительский совет Он в том числе И принимает И ключевые решения В том числе И по смене руководителя Фонда капитального ремонта То есть у нас уже поменялось Два руководителя А сейчас третий То есть но пока Опять же такого рывка Мы не видим Мы видим вот эту стабильность 200-300 домов Мы знаем что еще план капитального ремонта С 15-го года До конца не выполнен И прокуратура По этой части уже выдавала представление В адрес Правительства Кировской области То есть потому что Этот вопрос очень серьезный Ну а по поводу Вот тех многочисленных там Нарушений Недоделок каких-то И по поводу контроля за ними Ну вот смотрите Дороги вроде бы научились ремонтировать Да Сделали плохо Общественники на это указали Власти подтвердили Все переделали А здесь-то что не так Вот общественного контроля Вы говорите не стало Что не складывается Это сложно сказать Что не складывается Но я думаю что Здесь должен быть систематически Не просто контроль Но еще и должны быть санкции Серьезные За невыполнение Или некачественное выполнение работ Допустим Если крыша начала течь В течение минимального гарантийного срока Пяти лет То все претензии должен отрабатывать фонд Не перекидывать их на подрядчика То есть самостоятельно отрабатывать И уже потом решать вопросы С подрядчиками Чтобы собственники Которые напрямую платят деньги в фонд Чтобы они сразу видели результат На данный момент ничего не настроено На данный момент это не настроено То есть в том числе не решен вопрос К быстрому доступу к общему имуществу Например где проведены ремонты Закрыты батареи Стояки Здесь надо тоже отрабатывать механизмы В том числе через суд Чтобы собственники смогли Этот доступ предоставлять оперативно Для замены общего имущества То есть я не знаю почему за пять лет Не настроена эта система И почему она работает неэффективно То есть тут мне кажется множество факторов Это и вопросы к руководству Это вопросы и к текущей деятельности фонда Это мне кажется вопросы и к финансированию Фонда капитального ремонта Это и первоначально были вопросы К печати К квитанции Которую московская типография печатала За десятки миллионов рублей Да модные очень То есть как бы понимаете У нас о своих что ли типографий мало Да и попроще можно Да То есть вот очень много вопросов И мы видели акты проверки И контрольно-счетные палаты Кировской области Которая указывала на множество нарушений В том числе и по закупке автомобилей И так далее То есть это ведь все документы есть Мы их все неоднократно видели А обсуждали и свои рекомендации В том числе и от общественной палаты Направляли как в фонд капитального ремонта Так и профильным министерствам Но от контроля этого лично вы почему ушли например? Ну лично я ушел потому что у меня времени на это не стало Но то что у меня времени не стало Это не значит что у других его автоматически не стало То есть эту тему надо было продолжать Сейчас эти функции Они переданы Центру общественного контроля Комиссии Центра общественного контроля При общественной палате Еще один вопрос по этой теме Вы упомянули вот эту вот идею Которую хотят начать реализовать с 2020 года По комплексному капремонту Я поясню просто Это когда Это предполагает то что Теперь когда ремонтируют фасад Протекающая крыша его не испортит Вот теперь будут делать все вместе И крышу и фасад И тоже касается там внутренних каких-то коммуникационных систем Да они тоже будут вместе ремонтироваться Вот это как-то поможет на ваш взгляд ситуацию наладить Или еще хуже все затягиваться будет? А потратить побыстрее накопленные деньги Это конечно же поможет Вопрос на практике Поможет ли это собственникам? Покажет время К следующей теме переходим Во время прошлой нашей встречи На особом мнении Вы как общественник выступали за то Что тариф на вывоз мусора Должен быть снижен на инвестсоставляющую И вот услышали антимонопольщики общественников и кировчан Сделали предписание о том Что это должно произойти РСТ это предписание выполнило Тариф пересчитали В том числе кроме инвестсоставляющей Из него вычли 270 миллионов Это затраты на перевозку мусора Дело в том, что Куприд использует Труд субподрядчиков в этом Поэтому вроде бы нелогично ему эти деньги платить Но Куприд с этим не согласен Говорит, что эту сумму Эти 270 миллионов высчитали как-то неверно И обратился в суд с заявлением Чтобы это оспорить Вот на ваш взгляд Велики ли шансы у Куприд в этом деле? Шансы оценить сложно Потому что у нас есть Три таких основных предписания Которые по результатам большой проверки ФАС было проведено Первое это в отношении Куприд Второе в отношении Энергоизбыт плюс И третье предписание в отношении МРСК И причем две последних Это две последних РСТ не согласилась автоматически Исполнять и уменьшать тарифы И соответственно эти организации Ресурсоснабжающие будут эти предписания Оспаривать в суде Что касается Куприд И его спора с РСТ Кировской области То на мой взгляд Орган государственной власти Который принимал свое решение Обязан просто в Кировском областном суде Защитить и обосновать его законность То есть это по сути дела Не просто чести А это представление интересов И репутация Всей государственной власти Кировской области То есть по сути всего правительства Кировской области Которая в целом работала над этой реформой И работала в том числе На установлении этого тарифа Я напомню что Например инвест составляющую То есть инвест программы Разрабатывала министерство энергетики ЖКХ Кировской области Потом эти программы Попадали в региональные службы По тарифам И в том числе на основе этих программ Разработанное профильным министерством РСТ рассчитывало Тот тариф Который был изначально утвержден То есть я считаю Что в целом Органы исполнительной власти Работали над ней комплексно То есть министерство окружающей среды И территориальную схему разрабатывало И соответственно Это будет коллективная ответственность Если Куприд сможет оспорить Это решение в суде Понятно что это пойдет Скорее всего И дальше То есть это в суд Апелляционной инстанции Поэтому будем смотреть Но я считаю что Здесь однозначно РСТ Кировской области Должно подтвердить Обоснованность И законность принятого решения Которая связана С уменьшением тарифа На эти почти 16% Ну то есть я правильно понимаю Что вы считаете Это решение правильным Я считаю что То предписание ФАС И то решение Которое было принято РСТ Кировской области Я считаю что оно обоснованно Но при этом Вот в Куприде говорят Что исключить это у нас Не на что Нам будет мусоровозы Там покупать И вот это Это все уйдет Допустим в отдаленных районах Кировской области Где может быть не хотят Работать подрядчики А Куприду просто не на что Будет мусор вывозить Объем Поступающих денег В Куприд Не накапливает Не снижает Объем их обязательств Это перед населением То есть Куприд как должен был Быть вывозить Весь мусор С территории Кировской области Его захоронять На полигоне Строить там Это мусоросортировочное Станции Мусороперегрузочные Это кстати сейчас Большой вопрос По поводу Мусороперегрузочных станций Это ФАС сказала Что Что их не нужно строить Что нецелесообразно Деньги закладывать на это Вы как бы Строить то можете Но за счет бюджета За счет там Каких-то своих дополнительных Там средств Учредителей И так далее Вот То есть Объем Обязательств Не уменьшится То есть Мусора больше в городе Стать не должно И Речи о переполненных баков Как это было в прошлом году Также не должно идти То есть Должно быть Не хуже После этого Точно А должно быть На мой взгляд Еще лучше Потому что Остались Много где Еще места Где баки Переполненных Где мусор Разбросан Это не только В Кирове Но это В основном За пределами Территории Муниципального образования Город Киров То есть Если ехать Хоть там По слободскому направлению Хоть по какому Везде это Можно увидеть То есть Над этим Надо тоже работать И здесь На мой взгляд Куприд не дорабатывает Ну вообще Позитивные изменения Видите вы Какие-то Вот у нас просто Буквально два часа назад Были гости И Во время обсуждения Уже за эфиром Вы сказали мысль о том Что Они видят Эти изменения В том что Допустим Вот в отдаленных районах Кировской области Мусор Ну действительно Стали вывозить Тогда как раньше Ну просто там Приходилось на собственном Тракторишке И его куда-то там В лесочек Вот в этом Видятся Позитивные изменения Вы видите Или пока нет Или пока только в квитанции Все что видно в квитанции Понятно что Основные изменения Это в квитанции То что Некоторые Недобросовестно Управляющие компании В прошлом году Не дорабатывали И допускали Там скопление Мусора Переполнение баков Это лишь Это низкая Ответственность Тех управляющих компаний На мой взгляд Недобросовестных Вот Здесь же Мы не увидели Какой-то масштабной Мусорной реформы Кроме изменения В целом Законодательства И переключения Денежных потоков На куприт Вместо управляющих Компаний Вот Поэтому Пока говорить Рано О каких-то Позитивных изменениях Когда мы увидим Например Мусоросортировку Это мусоропереработку Мусоросжигание То есть Которого многие Кстати боятся Да Но тут Не столько страх Сколько страх Увеличения тарифа Потому что Те затраты Инвесторов На строительство Всех этих комплексов Обязательно Войдут в тариф И Те кто Очень хочет Посортировать Мусор Те должны Понимать Что Это неизбежно Приведет к росту тарифа Причем значительную Нужно будет Новые машины Или Например Как-то график Менять Выезд Машин Которые забирают Мусор Нужно покупать Новые баки Будет И так далее Тому подобное Потом Мусоросортировочно Мусороперерабатывающий Завод Потому что Зачем просто так Сортировать Если нет Мусоропереработки С другой стороны С другой стороны Нас убеждают Что если мы будем Сортировать Сами То будем Платить Меньше Пока Мы не слышали Потенциальных Инвесторов Которые готовы У нас Покупать У потребителей Стекло Тару Бумагу Или Пластик При том Что большинство Пластика Который у нас Есть Оно просто Непригодно Для вторичной Переработки То есть Вот этот Тёмный Пластик Зелёный Он ведь Практически Не перерабатывается Никому не нужен А тот Белый Пластик У него Около Десятка По моему Категорий Которые Которые Можно перерабатывать И которые Полезные Ну как Полезная Фракция Это может Ити на Переработку Чтобы делать Тоже Какую-то Крошку Или Ещё Какую-то Плитку И так Далее То есть Это очень Сложно И пока Мы этого Всего Не видим Рекламу Через полторы Минуты Вернёмся В студию Продолжается Программа Особое мнение Сегодня его Высказывает Член Ассоциации Юристов России Член Общественной Палаты Кировской Области Предприниматель Андрей Воробьёв Андрей На прошлой неделе В налоговой Рассказали О том Как Реализуется В четырёх Пилотных Регионах Идея Аналоги На самозанятых Вот там Привели просто Потрясающие Цифры О том Как бюджет Благодаря этому Наполняется И Сказали Что возможно В Кировской области С 2020 года То есть Ну вот буквально Уже через несколько Месяцев Эту идею Тоже реализуют Вот на ваш взгляд Для Кирова Это насколько Актуально Ведь Ну там Московская область Это Растан Это регион И вообще Другого порядка Ну во-первых Нужно До конца Понять Что такое Налог Для самозанятых То есть По сути Это Такая Несколько Упрощённая Система Ведения Предпринимательской Деятельности При При системе Там Дохода 6% Упрощённая 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 Сдача Можешь Если ты На Система На Переходишь А Ведь Это Порядка 35-40 тысяч — Даже если это будет так, то это правильно, потому что, на мой взгляд, вообще надо отказаться от уплаты страховых взносов на первые как минимум два года так называемые налоговые каникулы вообще для всех. — Для всех видов бизнеса. Сейчас они есть, но не для многих. — Да, вот у нас сейчас в Кировской области действуют эти налоговые каникулы, но там такие виды деятельности, которые практически не открываются. То есть там парикмахерские, там что-то еще, это ремонт телевизоров, то есть это очень узкий круг деятельности. А вот круг деятельности, которые касаются там услуг, сервиса, там туризм, например, какие-то там юридические консультации и так далее, то есть это все не входит в круг, которым предоставляется налоговая каникулы. И поэтому я считаю, что должен быть полный отказ от страховых взносов, в том числе фонд медицинского страхования отдельными платежами. Это все должно администрироваться через налоговую за счет тех налогов, которые уплачиваются с дохода, допустим, с этих же четырех, там 6%. То есть ведь нам обещали масштабную реформу по реформированию системы налогов и сборов и говорили, что в налоговой будет, по сути, единое окно. Все отчетности будут сдаваться в налоговую. Но что мы видим? Мы видим, что тот же фонд социального страхования носят отчеты организации, даже если у них там нет сотрудников или если они там не ведут деятельность. Куча отчетностей сдается в Росстат, хотя это тоже можно сделать автоматически с помощью налоговой. То есть ведь в налоговой системе есть информация, какие товары, какие услуги закупаются. Это все можно автоматически по количеству этих товаров, услуг передавать данные в Росстат, чтобы не загружать предпринимателей и малый бизнес вот этими дополнительными отчетностями, дополнительным вот этим обременением, на которое надо тратить уйму времени, а еще иногда и денег. Поэтому пока мы этого не увидели. То есть опять это частичная реформа и начало пути. Ну а вообще, Андрей, вот этот налог на самозанятых, это что в итоге? Я слушаю вас и понимаю, что это как будто бы упрощение работы уже существующих ИП, а не те замыслы чиновников, когда те, кто работает на себя и вообще никаких налогов не платит, в эту систему входят. Ну это у них надежда вывести из тени тех предпринимателей, которые работают на аутсорсинге или там инхаус предпринимателей. Так это осуществимая надежда-то или нет? Я думаю, что для кого-то да. Потому что те предприниматели или начинающие бизнесмены, которые хотят работать с юридическими лицами, например, или с государственными органами или с предпринимателями, им нужно регистрироваться в качестве ИП или ООО и открывать свои расчетные счета в банке. То есть на карточку никто деньги из вышеперечисленных организаций им переводить не будет. То есть они ограничены только кругом физических лиц, своих знакомых, знакомых, друзей, родственников и вот тем сарафанным радио. Хочешь роста, идешь в налоговую. Да, и вот я считаю, что если действительно отменят все эти декларации, дополнительно снизят налог, отменят страховые взносы в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и сделают вот этот упрощенный режим на самозанятых налог. И я считаю, что для многих это будет путь к развитию. И понятно, что если ты будешь больше зарабатывать, ты будешь больше налогов, отдавать это нормально. У нас причем не прогрессивная шкала налогообложения, и для предпринимателей это дополнительный плюс. Например, если ты в Германии там начнешь больше зарабатывать, у тебя и шкала автоматически увеличивается, и ты в итоге не сможешь стать, так сказать, намного богаче своих соседей. То есть вы примерно будете на одном уровне. То есть чем скорее эта инициатива в Кировской области появится, тем лучше. Ну, я считаю, она вообще должна была появиться одновременно с Московской областью, Калужской и Татарстаном. Еще одну тему хочу с вами обсудить. Правда, две минутки всего осталось. Тоже непосредственно вас коснется эта история с дизайн-кодом улицы Ленина. Насколько я знаю, офис ваш как раз на улице Ленина и находится. Ну, правда, может быть, немножко не на красной линии, да, чуть вглубь. Но, тем не менее, как вы вот к этой идее относитесь, того, чтобы привести все фасады зданий к какому-то единому облику? К единому облику отношусь скептически. А то, что дизайн-код нужен был давно, ну, соответственно, и сейчас, это очевидно. А скептически это что значит? Это значит, что у нас очень, на мой взгляд, много микрорайонов, которые построены в разном стиле. Ну, в каких-то разных цветовых гаммах, с разным количеством этажей. Ну, даже вот возьмите, например, район, микрорайон Васильки или Ёлки-парк и, например, Чистые пруды. Ну, если мы сейчас говорим об улице Ленина. Нет, я говорю в целом про дизайн-код. Дизайн-код города. Да, города. Это лишь, так сказать, пилотная часть, то, что должно быть в городе. Соответственно, на мой взгляд, в крупных микрорайонах города, которые выполнены в разном стиле, должны быть немного разные требования от основного дизайн-кода. То есть отклонения должны быть. То есть должна быть единая какая-то стилистика общая, основная, которая идет в красной линии. Но те районы, которые значительно между собой отличаются и по цветам, и по виду, они могут немножко отходить в ту или иную сторону. Ну, то есть в целом позитивно вы относитесь к дизайн-коду улицы Ленина и протестовать не будете, поменяете табличку, например, если будет нужно. Да, но я отношусь негативно к тому, чтобы все муниципальное образование города Киров было под одну копирку, например, в каком-то все в бежевом стиле, с одним шрифтом, с одними размерами и так далее. То есть, мне кажется, должна быть дифференциация по микрорайону. На этом наша программа заканчивается. Андрей, спасибо вам большое. Доброго дня и доброго дня всем слушателям. До свидания.